В прошлый раз мы немножечко с вами поводили с тем, как изображается головочка в разных направлениях, и немножечко начали обозраться с передачей ворожей. Не делайте очень много ваших дорожек. У нас нет задачи в точности изобразить портрет человека. Такой задачи нет. А надо изобразить поясную. Нажорный мусорец. Мы с вами договорились, что даже не только одежда, но и волос на голове человека лучше все-таки ставить, пока что для вас, в последнюю ручку. Попробуйте прикинуть, как идет линия черепа. Прическу можно потом одеть сверху. Если вам удобнее, можно, конечно, рисовать, делать прорисовочку не контура тела человека, а сразу контура одежды. Ради бога. Но увидите, что возникнет у вас ряд сложностей. Вот совершенно так, что нужно начаться самостоятельной жизнью по рубашке. То есть рубаха живет каким-то одним законом, а владелец рубахи, ну просто по совершенно другим законам. Потому что положение тела у человека одно, а положение одежды, которое вы нарисовали, совершенно другое. Поэтому я все-таки рекомендую сначала попробовать на бросах положение тела. А уж потом не нажимайте сильно на карандаш, линии должны быть легкими, чтобы потом их легко можно было и бесследно убрать. Так, опять у нас пошел очень одинокий петух. На небольшом рисунке легко ли увидеть собственные недочеты? Легко ли изобразить детали? Нет, не легко. Поэтому вовсе не обязательно делать рисунок, который бы упирался в границу листа. Он все-таки должен снимать существенную часть листа. Все равно муловата. Муловата, муловата. Вот давайте я вам немножко помогу. Давайте я вам вот так помогу. Дайте ластик. Вот. Я нарисую рамку. Вот рамка, да? Которую постарайтесь писать ваше рисунок. То есть макушка Коли должна быть вот здесь. Так. Вот это локоть Коли. Вот это. Должен быть вот здесь. Вот размер рисунка. Попробуйте разобраться. Какую часть видимого вам Коли занимает голова? Большой. Понятно, что большое. Вы же видите только то, что находится над партой. Здесь мы с вами впервые столкнемся с одной очень интересной проблемой. Но сначала попробуйте сами, а потом я вам покажу, как можно эту задачу решать проще. То есть вы считаете, что если вот это Коля, который над партой, то голова у него снимает раз, два, три, четыре. Пятую часть. Коль на одну секунду остановись. Вот высота головы, да? Попробуйте этот отрезок умножить на пять. Так? Раз, два, три, четыре, пять. Понятно? Не боюсь. Не боюсь. Не боюсь. Честно говоря, я не боюсь. Все, ну не боюсь. А ты вот мотив. Хорошо. Так не боюсь. Позвратись. Да, сейчас. Да. 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 Взять и попробуйте разобраться в основных пропорциях, то есть в соотношении разных предположений тел человека. Не мелкие детали, не выражение лица, спасибо. Не детали банданной, очков или футболки. Нам что важно? Нам важно знать, чтобы высота головы не была в три раза меньше, чем ширина плечи. Потому что таких голов у человека просто не бывает. Чтобы глаза не сидели один глаз у затылка, а второй у глаза. Потому что такого положения глаз не бывает. Чтобы уши у вас все-таки, ну то же самое, не под глазом и не там, я не знаю, глазатом. То есть скомпоновать видимую ванну тела человека в соответствии с размерным положением деталей этого человека. Задача понятна? Ну, так, ну секундочку, остановитесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы здесь круг видите? Ну, то есть если вы пробуете круг, да, то в счете вот такой ширины должны быть, да, что я не наблюдаю их. Значит, понятно, что не круг, а овал, вытянутый по вертикали. Да еще, если человек наклонил голову к плечу, то длинное ваше овало пойдет вертикально или будет наклонено? Ну, понял я. Для этого вы и сидите друг перед другом, чтобы видеть, как оно на самом деле. Потому что одно дело всякая теория о том, как, что надо изображать, и совершенно другое дело напор. Детали лица в данном случае не настолько важны, а как... Я не мог бы вырезать, как он держит карандаш. В вашем варианте... Это деталь, это деталь. Но в вашем варианте Володе прошел курс шейпинга, вот так вот подтянулся, вероятно развел мускулатуру, и уж точно избавился от своей пухлости, которая для него характерна. Володь, вот ничего плохого нет, ну совершенно ничего плохого. Для каждого человека характерны какие-то свои индивидуальные черты. И слава Богу, что мы все разные, слава Богу. Ну просто вы нарисовали не контур вот этого человека, а опять же свою некоторую фантазию про человека. А вот попробуйте все-таки приблизить, приблизить ваше изображение к реальности. Без мелкой детали, на уровне контура, хотя бы. А у меня как... Так, давайте бежать, давайте бежать. О, а у вас обратная ситуация. Вы вашего вежави откормили чем-то очень калорийным в течение некоторого времени. У него стали вот такие щеки, как подушки, да? И мужественный подбородок, который уехал вперед на полметра. Вы все-таки смотрите на человека. И мужественный подбородок. Линию глаз вы рисуете на расстояние равной почти одной третьей высоты, смещенной в сторону затылка. Да? У вас вот эта часть лица в два раза больше, чем вот эта. Ну, посмотрите. Не выйдет так. Не выйдет. Если вот такую пропорцию головы, если заглядет такой пунктур, то линия глаз должна вот здесь пройти. Это понятно? Попробуйте сами рассчитать, где. И, кстати, вам очень поможет, если вы одновременно уши на месте. Вот давайте смотрим, что выше. Кончики ушей или положение центральной линии глаз? Кончик. А на вашем рисунке уши должны угошь, как у эйфа, подниматься чуть ли не к затылку. Да? Ну, вот такого я не вижу. Так что давайте. Ох, отличные даже выражения отчасти. Ну, изображение самих глаз одно из самых сложных упражнений, да? Но очень неплохо. Для начала очень неплохо. Так. Когда будете считать, что набросок завершен, поднимите руку и подзовите меня, ладно? Спасибо. Попробуем посмотреть, что там на обмене. Так, не так. Секунду, я вот так. Да, я вот так. Хорошо, вот в вашем случае. Значит, в вашем случае попробуйте прическу волос сразу сюда снести. Значит, дело в том, что у вашей модели прическа занимает существенную часть головы. Поэтому пока вы так нарисовали, у вас один размер головы по отношению к плечам. Да? Когда вы сюда же нанесете контр-волос, у вас соотношение отрезнуется. Попробуйте примерно разобраться, вот по какой линии ставим вес. Ребят, понятно, что упражнение трудное. Большинство из вас вообще первый раз, а вот этого делать не нужно. Скажите, пожалуйста, если человечество у детей у нас, ну, маленького ребенка человечества, учить ходить сразу на костылях. Вообще, на костылях ходить безопаснее, чем без костылей? На костылях. Здорово, конечно, безопаснее. Сколько у вас точек опоры? Не только на ноги, но и на костылях. Конечно, безопасно. Нет. Или еще такой девайс, очень распространенный, кстати. Вот, лет 10 назад. Трусы на колесиках. Натурально. Значит, берем трусы, ну, такие нормальные, детские трусы, да? Значит, поясок от этих трусов крепится к рамке, а от этой рамки идут 8 колесиками. После этого берем человеческого детеныша и вставляем в этот трусик. В фунт. Значит, ноги у него вот так болтаются, убираются в пол. После этого он упасть может, или нет, или нет. Он гарантированно не упадет. И, перебирая ногами, он куда-то там перемещается. Вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, детеныш, который пользуется вот таким девайсом, научится ходить так же быстро, как и нормально учащийся ребенок? А почему? Ну, это же удобнее и безопаснее. Это очевидно. Потому что это, может, нам надо идти к вам сюда и создать вот это... Да нет, Кожа, дело в том, что нельзя научиться ходить не пахнет. Ваше тело должно понять, как управлять собой для того, чтобы не терять равновесие. Терял равновесие и упал. Скажите, пожалуйста, если вы вообще не можете упасть, ваше тело когда-нибудь научится управлять собой? Нет, конечно. Нет. Если вы пользуетесь линейкой и циркулем при рисовании. Здравствуйте. А вот эти линии как проведены? Ребят, если вы пользуетесь вот такими костылями при рисовании, скажите, ваша рука когда-нибудь поймет, как проводить линейку? Ведь это те же самые костылями. Потому что если вы хотите научиться рисовать, не получить хорошую отметку на уроке рисования, а вот для себя научиться рисовать. Все линии только без линейки, без циркуля, без линейка. Правильно. Но ведь надо учиться проводить оси как раз рукой. Оси – это самая главная часть рисования. И это надо уметь делать. А без этого ваша рука не поймет, как это делать. Понимаете? Только вы поймите правильно, я вас не угодно. Дело не в том, что дядька-учитель пронится. Дядька-учитель советует, не более того, советует, как вам получить один результат и другой. Но для того, чтобы получить 5 баллов на уроке рисования, ради бога можно брать любые постыли. И вы получите хороший результат. Если вы хотите научиться рисовать, ваше действие должно быть просто другим. Народ, не страшно ошибаться. Не ошибаются только такие люди. Которые ничего не делают. Которые ничего не делают. Другого способа избежать ошибок просто нет. Страшно не учитывать результаты. Намного интереснее. Вот это действительно уже меньше вашей фантазии. И больше на то, только учтите, опять же, небольшой остаток у вас есть. Я знаю. Ага. Вот обратите внимание, вот эта вот толстая щека, как у бульдога или у боксера, такие брыли висящие. Для вашего вязание характерно или не очень? Нет, не очень. Нет, не очень. О, ой. В этом есть определенный смысл. Вот в этом. Но при этом, скажите, пожалуйста, толщина шеи и толщина головы действительно одинаковая? Нет. Нет. А размер руки, вот, рука от плеча до лобца. Она на самом деле меньше, чем ширина подбородка. Больше. Вот давайте попробуйте. Третьи про... Опа, Света, вы меня пугаете. У вас очень неплохо шло изображение отдельных деталей. Но как только переходим к необходимости их сопоставить вместе, и тут же оказывается, что вот это у вас в одних пропорциях, а вот это в других. Понятно, да? Смотрите, что вы получили. Вот у вас расстояние от локтевого сустава до плечевого. Согласны, да? Ага. Вы видите, что оно всего в два раза больше, чем нос. Что вряд ли. Если уж голова такая, то давайте туловище, чтобы было. Так. С моей точки зрения, немножко недооценивайте высоту. А, опять ваша любовь к высоким скулам. То есть вы опять изобразили скуловой просвет. Бог знает, какой высоты. Ну-ка попробуйте чуть-чуть опустить линию глаз. Вот, ближе к реальности. Вот, значит, смотрите, есть в любом изображении некоторые самые главные, но определяющие все остальное ориентиры. Глаза на лице человека являются, ну, просто важнейшими. Парни, когда наметен глазу головы, обязательно прикиньте, а какой положение там глазок стоит. И уже относительно этих линий изображает все остальное. Вот это значительно. Ну, правда, вы теперь сделали другую штуку. Гоша у нас теперь не... Гоша у нас теперь слом. Посмотрите, какого размера ушная раковина у Гоша. Если он положил вот так вот ладонь, он ладонью в свою ушную раковину прикроет или нет? Посмотрите, она у него какая, да? Нет, такую ушную раковину ладонью не прикроешь. Если вы чуть-чуть уменьшите размер, вот так вот, вот эту и вот эту ее не сотрете, то все придет... Кстати, вот это ухо, вы не настолько размахали, как это. Вот это ухо у вас более пропорционально. Здравствуй, ужас. Давайте рассматриваться. Вы опять... У вас вчера рисунок с собой есть? Да. Смотрите, у вас есть стандартная манера рисования носа и губ. Вы всегда рисуете одинаково. Обратили внимание? Мой стандарт? Обратили внимание. А ваш визави имеет не такой рот. Да и нос не такой. А вы, тем не менее, рисуете, исходя из того, как вы научились рисовать. То, что вы научились делать один тип словного изображения, это очень здорово. Ну, а теперь давайте ножевую светку посмотрим. Попробуем сравнить вот это вот расстояние, высота подбородка, так, допустим, с шириной носа. Челюсть огромная. Так? Скажите, реально у Светы ширина носа больше или высота подбородка больше? Не получается. Ширина носа. Нет, ширина носа, конечно. А, вы немножко под другим углом зрения, но все равно ширина носа больше. А у вас? Так? Ну, Света все-таки не Шварценеггер. Значит, у нее нет вот такого утюга. Вот, вижу. Значит, подбородок меньше, существенно более острый. Линия нижней челюсти идет не так. Так? Значит, вот таких негритянских губ я у Света тоже не вижу. Обратите внимание к уголкам, вот сюда. Губы расширяются, как вы рисуете. Ну, так и... Есть ли вот настолько выраженная вот эта центральная ямка на нижней губе? Смотрите. Я что-то не вижу. Вот попробуйте операцию не на то, что вы уже умеете, на то, чтобы там, как вы привыкли изображать, а немножко посмотреть на то, как на самом деле бывает. Так, о-о-о, поэтому я даже не из-за типа портретного сосла получил. Так, правда. Ну, правда, вы почему-то отрезали затылок. Все-таки затылок-то покрупнее. Вот так будет идти, да? Вот этот карандаш помягче. Нет, этот наоборот подрезан. Это мят и сон. Аж два. Так, ну, допустим. Оно крутится. Не, ну, крутится неизбежно. Все он крутится. Значит, попробуем носогубно. Вот так. И пропорции сразу у нас... Мне кажется, он постарее стал. Значит, нет, дело не возраст. Значит, но самое главное у вас высоковаты глаза. Попробуйте их немножко... Я могу. Немножко опустить. А видно, что он смотрится, да? Видно, видно. Видно, это вам удалось. Но глаза-то вставали. Попробуйте. И попробуйте чуть-чуть увеличить их размер. Потому что, с моей точки зрения, они мокровые. Так, ну, здесь. А, о барбе нет. Интересно. Значит, вы мечтаете. Втаяние от родителей мечтаете о барбе. Нет. А, смотрите, что вы сделали с пропорциями лица. Вы ее привели к пропорциям барбе. Хотя уж, менее всего этот сочный живой человек похож на эту бессмысленную куклу. Значит, в чем дело? А давайте посмотрим. Ну, хорошо. Ну, во-первых, все-таки, если исходить из того, как соотносится высота головы и ширина головы, то волосы будут снимать больше одного. А, во-вторых, настолько ли узкие подбородок, щеки и подбородок. По-моему, ваши визави вполне себе с выпуклыми щеками. Подбородок действительно достаточно острый. Вот линию подбородка поймали. А линии еще ксоши не так острые. Они более выпуклые. Вот так. Ну-ка, 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 посмотри. Посмотрите, посмотри. Не настолько. Не настолько. Хорошо. Решите так, а вам как. Это святое право кажутся. И уж то не сомнение, то не сомнение. Глаза будут находиться вот на этой линии или где-то на другой линии. Посмотрите. Гость к аппарату. Смотрите, вот у вас возник, конечно. Ниже переносится с вами. Глаза вот так. Глаза шире. Вот это. Попробуйте возник. Вот. Вот сложно. Вот сложно. И теперь он. Значит, мне максимально устраивает что? Я, на самом деле, не продиктовал вам ни одну линию. Все, что вы сделали, вы сделали совершенно сами. Я делал там устные некоторые замечания, пожелания и так далее. Но все линии вы увидели сами. Вот это самое лучшее. Это самое лучшее. Надо весом сделать побольше, мне кажется, там видно. Давайте, смотрите сами. Смотрите сами. Так, теперь могу уже встать. Потому что это, вообще, на самом деле, с моей точки зрения, простое, не очень интересное упражнение. Взять и сделать для каждого из вас, за вас, некоторый набросочек, а после этого выбрать, просто обводить его карандашом. Да, так можно получить качественное изображение. Но оно чьё будет? Ваше. Моё, конечно. Это вот типичные трусы на колесе. Вы вроде как получили результат, но он не ваш этот результат. Вы сами ничего не научились. А вот в вашем случае вполне результат самостоятельный. Так, а ну-ка давайте посмотрим на Коля. Прежде всего, за что вы его сводили к палачу? Вот смотрите, у него почему-то верхняя часть черепа отрезана по прямой линии. Так бывает в каком случае? Так бывает, если взяли и чем-то острым ударили вот так, горизонтально, и отрубили верхнюю часть черепа. И шеи нету. Ну, посмотрите, разве прямая линия вот здесь? Ну, а зачем же вы ее рисуете? Ну, просто я видела прическу, и там была прямая линия. Я рисовала, решила потом доделать вот эту прическу, на которой сейчас работаю. Так. Как же это надо было повернуть голову, чтобы сверху возникла прямая линия? Честно говоря, я не вижу. Там вот такая. Вот как бы человек голову не поворачивал, если он не подстрижен специально в модельной парикмахерской, есть такой вариант стрижки, когда человеку вообще делалось действительно плохо. Ничего, я не стригся. Я не стригся. Ну, у нас же с вами не такая вещь. Это во-первых. Во-вторых. А вы уверены, что глаза... Вот у вас линия, да? Да? Вот давайте посмотрим, на какой высоте от макушки вы провели линию глаза. Вот макушка у вас, да? На вашем рисунке. Смотрим, вот высота, да? Раз. Два. То есть ниже глаз две трети лица, выше глаз только одна треть. Ну, посмотрите. Попробуйте провести линию, идущую через глаза и посмотреть. Поделит она голову на три части или только на две? Глазат вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так. Ну, и подбородок вы ему, конечно, заделали, как у любимых героев силовых фильмов. Вот. Ребят, попробуйте сначала решить как раз вот такие задачки, да? Если вы задали метроконтур головой, где на этом контуре надо ставить глаза? Где надо ставить уши? Где надо ставить рот? Не старайтесь завидеться портрет на уши. Просто, о-о-о, другое дело. Другое. Не скажу, что это стало больше похоже на светло, но вы изменили манеру изображения. Причем, очевидно, приблизив к оригиналу. Так, значит, что пока не очень получается. Ну-ка, берем, вот у вас глина на глазах. Так, сравните с глиной рта на вашем рисунке. Давайте сравниваем. Раз, два. Вот глина на глазах, да? Раз, два. Два с половиной. Так, Свет, вынь карандаш изо рта. Смотрим. У нее, правда, глаз два с половиной раза вложится в линию рта? Поэтому откроется? Правда? Ага. Значит, Свет, вы либо крокодилов, либо у вас глазки вот такие. Я ни того, ни другого не наблюдаю. В чем дело? Значит, глаза вы сделали слишком мелковатые. Крупнее они, больше они. Если у вас рот такого размера, да, он действительно реально, вот он, он носогубный треугольник, о котором мы с вами говорили, рот шире, чем разлет крыльев носа. Но глаза, во-первых, ниже, а во-вторых, они просто больше. Глаза делали совсем малюсенькие глазки. Попробуйте. Посмотрите. Посмотрите. Да, да. Да, да. Слушайте. Слушайте. Ага. Но за что вы ей выбили нижнюю челюсть? Обратите внимание, если у вас весь череп идет так, то что нужно сделать с человеком, чтобы у него нижняя челюсть пошла вот так? Ему надо выбить нижнюю челюсть на сустав с эту сторону. Свернуть челюсть. Давайте в карандах. Значит, давайте смотреть. Вот так. Вот если вы вот так провели. Вот давайте попробуем изобразить линию, центральную линию для головы человека, вот в тот момент, как вы делали наброс. Понимаете, что вот это, вот это, у вас уводят нижнюю челюсть существенно вправо по отношению к этой части. Смотрите, здесь линия не выступает. Моя и ваша совпали. А здесь моя и ваша отличаются очень сильно. Красиво. Угу. Понятно, да? Хорошо. Допустим. Ну, допустим, так. Ага. Попробуйте поймать размер и хотя бы примерно обрез губ. Губы. Вот чтобы это были... Не, просто с сосиски, как обычный рисунок. Да? А вот что-нибудь приближено. Ну, Гоша, я смотрю. Задание оказалось для вас настолько трудным, что вы пасуете. Давайте попробуем. Значит, давайте пока от торса откажемся, давайте просто с головой разберемся. Так. Майк, если не подпирать, все круглой, да? Хорошо, хоть немного. Так. Ну, давай разбирайтесь. Во-первых, я не очень понимаю, взялся вот такой перекос. Смотрите, у вас вот линия щеки и вот линия щеки. Так бывает, когда у человека очень сильно болит зуб. Вот мы еще вот так раздумываем. С одной стороны. Значит... Настоящая сна. Нет, даже еще больше. Щекотрись. Не видно. Так? Значит. Вот посмотрите, если вот эту линию, кстати, более-менее вверх. Вы сюда вот так. И с подбородкой. То вот подбородка. Вот как пойдет линия. Нет у нас этого выступления. И пойдет она до положения глазницы. А глазницы вверх. А вот здесь еще есть такая деталь. А вообще-то на голове еще раз бывают вверх. Понятно? Значит. Ну вот попробуйте вот эту набирать. И немножко посмотреть, как устроено вот это. Не, Света, оказались для такого класса задач перед этим классом достаточно беспомощны. Вы опять рисуете свою фантазию? Нет, это почему фантазия. Я пытаюсь. Хорошо. Пытаетесь, пытаетесь. Давайте... Старушка? Нет. Ребята, вот это абсолютно не важно. Важно совершенно другое. Ну вот есть такие характеристики. Да, конечно. Есть такие характеристики. Описывающие внешность человека, когда говорят, там, более кругловицей. Так? Значит, более, там, допустим, тонколицей. Упитанной или источенной. И так далее. Нет, у него просто такой слабый. Подождите, подождите. Значит, ну вот ваш визаве. Скорее относится к источенным и тонколицим людям, или нет? Нет. Нет. Скорее, такой жизнерадостный, полстающий человек. А вы что? Нет, не, не, Линя-то не так идет. Вот вы взяли и тут же ее набухали, как вам хотелось. А Линя-то пойдет, вот посмотрите, от носогубной, да? Линя из щеки вот так вот пойдет. Вот она. Вот она. Вот она. А дальше, вот пример, да. Щеки более выпуклые. Ну, подбородок, кстати, ну да, может быть. Ну, подбородок, сейчас у нас вот эти планки, глаза. Ну, вот как минимум вот так. Это значительно более жизнерадостный, жизнеутверждающий. Или, как говорят антропологи, ближе к пикническому типу. Нет, ребят, мы же с вами говорили, при изображении лица малейшее изменение линии меняет сразу очень многое. Лицо слишком важная для нас часть. Вот, чуть-чуть подкорректировали. Ну, с вашей точки зрения, немножко приблизился к натуре, к образу. Ну, все равно, мне кажется, еще. Немножко. Да нет, конечно, конечно. Приблизился уже немного, надо сделать. Да, да, да. Нет, я же не показываю единственную верную систему изображения. Я делаю другую. Ну, а теперь попробуйте все-таки изобразить шею и плечи. Руки бог с ними. Вот шею и плечи вашего визави в том же масштабе, что и у главы. Чтобы у вас не получилось развала рисунка на две независимые части. Да. Несколько грешит Диснеевщина. На самом деле, я бы опознал ту рисунку, кого вы имеете в виду. Поверьте. Поверьте. Вот давайте немножечко покажу. И сейчас вот так вот. И вот так. Вот это вот висок утоплен глубже. Часть губа более широкая. На голове. Смотрите. Видимая форма черепа изменилась. Да, видимо форма черепа сразу поменялась. Это соответствует? Похоже. Больше нового варианта. Да, скорее соответствует. Достаточно шпалые виски. Очень крупная мозговая часть черепа. Хорошую мозгу. Так. Значит. Можно немножко наметить носогубную. Но лучше не переборщивать. И даже можно и кобра. Очень плотно. Так. Ну и потом. Когда вы рисуете линию верхнего века, которая у вас вот так вот домиком поднимается в сторону носа, Таким образом вы автоматически передаете совершенно определенное выражение лица. Брови домиком и веки домиком. Тогда бывает. Такое немножко удивленное, испуганное, обиженное. Но для Гоши это не очень характерно. Так, чтобы он был испуганно обиженным, мне что-то не доводилось. Попробуйте немножечко вот эти вот выступы подубрать. Ну а так сказать, что первой пробой очень даже неплохо. О, какой фантомас. Да, не ходите, дети, в класс, там какие-то фантомасы. Так, что мы делаем? Ну давайте глянем, какую часть этого лица занимает подбородок. Большую. Смотрите. Скорее лоб занимает большую часть. А у вас обе как-то, если вы здесь бандану нарисуете, которая присутствует, да, то обе как кажется таким маленьким-маленьким, зато подбородок оттопущий. Угу. Знаю. Так, опять же, вы, следуя моими словами, тут же схватили карандаш и быстро, непонятно как, провели линию. Не то, что требуется. Попробуйте посмотреть и примерно прикинуть, как один размер соотносится с другим, и что после этого линии сажали. Угу. Показываю один простой технический пример. Как я стараюсь вам объяснить течение наших заметок. Для того, чтобы изобразить, какие-то хотя бы слегка похожие на реальность, так, надо сметь передать его пропорции. То есть, относительные размеры и отчасти. Ну, хорошо, у человека бывают линии с хорошим врожденным глазомером. Посмотрели, прикинули. Для них понятно, сколько раз, во сколько раз одна линия больше другой. Далеко не у всех. Далеко не у всех. Глазомер можно и нужно тренировать и развивать. Как это делается? Как померить видимую длину линии? Значит, Володь, почти правильно, но делаете ошибку. Значит, действительно, это называется засечка при помощи карандаша. Условия одно, я бы ни в коем случае не так, как вы делаете руки. В чем дело? Рука должна быть полностью вытянутой. А тут дрожит. Нет, нет, дело не дрожит. Значит, скажите, пожалуйста, если вы с одну локоть, карандаш к вам приблизился, а это значит, размер, видимый вами размер карандаша остался прежним или изменился? Чем ближе к вам, тем этот кусочек, кажется, больше. А следующий раз, когда вы будете что-нибудь другое мерить, вы согнете локоть обязательно ровно на тот же угол? Нет. Нет. А это значит, видимая эта линия, ваша толку становится то больше, то меньше. Можно ли работать таким толком, который меняет рожжение? А если вы вытянули руку полностью, неважно в какую сторону вы ее потом направите, у вас расстояние от карандаша до глаза меняется или остается прежним? Меняется или остается прежним? Остается прежним. А значит, видимый размер этого участка меняется или остается прежним? Если расстояние то самое, остается прежним. И вот такой засечкой можно пользоваться в качестве эталона. Допустим, моя задачка стоит здесь, определить во сколько раз высота двери больше, чем ширина двери. Как это упражнение делается? Рука вытягивается полностью. Я беру карандаш таким образом, чтобы один его кончик находился против одного угла двери, а мой большой палец точно над вторым углом двери. Вот, взял. Значит, вот здесь у меня в карандаше отсечка размера, видимого много размера, ширины двери. Теперь я разворачиваю эту ось вертикально, выпрямляю его полностью. Раз, два. Два с небольшим. Вопрос, можно ли посчитать более-менее точно вот этот небольшой оскорбок? Да, он можно? Нет. Значит, еще раз делаю процедуру отсечки. Раз, два. А теперь ищу, а где в зрительном поле какой-нибудь ориентир, соответствующий положению верхней точки карандаша? Есть или нет? Есть. Для меня это вот этот пятно на огонь. То есть, когда второй раз дал отсечку, высота карандаша оказалась вот здесь, на уровне этого пятна. Догадайтесь, дальше, как я померю, какая вот эта часть, да, вот это две ширины двери, а вот это какая часть ширины двери, как это сделать? Взять отсечку от этого пятна до верха и посмотрите, сколько раз этот отрезок уляжется в ширине двери. И тогда я получу не просто примерно, а более-менее точный ответ, во сколько раз ширина двери меньше, чем высота. Абсолютно так же. С деталью на лица человека. Беру высоту носа у волшеб в этом положении. Вот отсечку. И теперь сразиваю с шириной глаза и выясняю интересную штуку. от точки переносится до начала волос на виске ровно такая же, такой же артериологичек, который равен высоте носа, от переносится до конца носа. Так? Значит, можно ли этот размер сравнить, допустим, с шириной рта между уголками давно? То же самое. Можно ли с высоты от бровя до начала линии овошения? Можно. То есть, таким образом вы получаете возможность сравнивать разные причины на видимых вами объектах. Еще раз говорю, обязательно уходя. Рука должна быть влечена полностью. Если она восстановлена, то вы каждый раз получаете новое талон, которое ничем нельзя сравнить. Если рука влечена полностью, то вы можете получать такую затеечку для дальнейших рогов. Видите, я понял? Хорошо. Так. Допустим. Хорошо. Допустим, с лицом есть. Ну, правда, такой яма на подбородке я прям как между горбов у верблюда я, честно говоря, не вижу. Но, во всяком случае, это теперь очевидное лицо человека. А вот мне, я не знаю, смус-мумрик с планеты Тумбу-Юмба. Но теперь, давай все-таки коль сравним. Вот у вас расстояние от плечевого устава до локтя. Согласны? Да. На вашем рисунке. Давайте посмотрим. Это расстояние равно расстоянию от уха до переносица. Ну и посмотрите. Расстояние от уха до переносица, которое вы видите... Меньше. Не просто меньше, а во сколько раз? В два, кажется. Ну, раза в два с половиной трябка как минимум. То есть, если у вас лицо такой ширины, где должен находиться локоть? Считаем. Раз, два, два с половиной. Он вот здесь должен находиться. Это понятно? А, отнюдь не здесь. Знаю, что. После переменки попробуйте все-таки руки привести в некоторое соответствие с головой. Не работайте больше, только портим. Я не хочу сейчас. Вот, 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 новая стиль, новая работа. Вы в эльфийском стиле работаете. Вот, какой стиль называется эльфийским? В этом стиле можно животных, людей доходждания рисовать, ради Бога. Это такой, несколько, докадемский вариант, когда изображение вытягивается по вертикали. То есть, вы взяли вашу партнершу, вот так. Помните, я про дяденьку про круста вам рассказывал, да? Так, в данном случае вы отрубили или вытянули? Вы потянули ее по вертикали. Так? Потом, если когда-нибудь будете рисовать в компьютерных редакторах, так, ну, в том же самом, я не знаю, паташопе, там есть такая опция. Можно взять и растянуть изображение, вот как вам хочется. Вот такое ощущение, что вы взяли и наложили на видимую картинку паташопскую опцию и вытянули. У вас вот эти координаты слегка увеличен и не очень сильны. Вот на пропорции торса почти нет. Шею вы сделали прям вярвую вот такую, да? Скулы высокие, высокие. Да? Знаете? Попробуем на следующих набросках. Все-таки более четко придерживаются видимо пропорции. Это не значит, что это рисунок плохой. Рисунок, кстати, что рисунок очень хороший. Можно?